Ну что ж, дорогие друзья, студия StarLadder снова рада приветствовать вас этим утром на бостонском мейджоре. Пока что это только квалификации, это регион Юго-Восточная Азия. И уже мы посмотрели первую карту команды Fire Dragons против команды Fnatic. Закончилась она со счетом 1-0 команды Fnatic. Ну, собственно, 1-0, понятно, у нас Best of 1. Ну и, собственно, будем приступать ко второй игре. И, как вы можете видеть по нашему расписанию, это Fnatic против TNC. Fnatic, ну, команда, которая, в принципе, очень хорошо себя показала в рамках данного региона на различных турнирах, собственно, как и Fnatic, о которых мы разговаривали, да. Вот команда Fire Dragons, которая проиграла Fnatic, команда из Open квалификации. Но здесь, здесь ребята, которые были приглашены на закрытые квалы напрямую. Это и Fnatic, и TNC. С языка срываешь, фивер. Это очень важно, и не будет уже, я думаю, неравной борьбы. Эти команды не просто так оказались в одном списке, они сильны. И сразу же драфт, посмотри, какой он нестандартный, какой он интересный. Ну, Silencer, да, Silencer вот как раз-таки из разряда нестандартного. А вот Warlock у нас уже в азиатском регионе прижился. Мало того, что он прижился в азиатском регионе, так еще глядя за европейскими Open квалами, которые вот мы с Каспером комментировали именно Европу. Там этого Warlock не стесняются брать, ну, вообще европейские команды все. В частности, вот, например, команда Fnatic 5, которая вообще выиграла эти первые европейские квалификации. Или дан, собственно, тоже не брезгует брать этого героя. Наверное, именно поэтому он и получил этот самый слот в закрытые квалы. Потому что все-таки персонаж очень сильный. И, наверное, у азиатов есть что подчеркнуть в плане вот таких нестандартных, казалось бы, на первый взгляд, драфтов. Но нестандартными они были, ну, как бы не то чтобы давно, но уже чернокнижник у нас прижился. Но вот Fnatic 5 использует его немножко по-другому. Если из команды Faceless катает на нем Nuts, и это Саппорт, Warlock, то Fnatic 5 использовали Warlock как мидового персонажа. И как Саппорта тоже, и как Саппорта тоже. Ну, это, знаешь, это был уже байт, то есть это было решением, то есть по свапу. Ну, мы сами понимаем, что это как Мирана, знаешь, она может пойти в мид, а может быть и Саппортом. То есть тебя попытались законтрить в миде, что-то набрали против Мирана, ты ее увел в роль Саппорта. Вот Fnatic 5 делали то же самое, то есть они играли этим Warlock'ом, ну и, как ты уже сказал, игра удалась. Это были первые победители квал. Да, ну и сейчас тема Faceless, Огрмак, Warlock, первые два пика. Ну, в азиатском регионе очень редко я когда видел, чтобы Warlock ходил на какие-то корпозиции, но если ходил, это был либо соло мид, либо оффлейн. Но зачастую позиции, ну, наверное, это был один раз из десяти, знаешь, а зачастую позиции Саппорта. Ну и, судя по всему, у Faceless уже есть два Саппорта в своем, в их репертуаре. Вообще, я с тобой соглашусь, это точно Саппорты, я открыл статистику, я, ты знаешь, любитель подглядеть за цифрами. Так вот, этот Warlock, он вообще не проигрывал. У него винрейт за последние пять дней, нет, за последние 30 дней, прошу прощения, 100%, а всего 82% у НАЦА, ты же понимаешь, что такое 82% для команды, которая вот врывается и дерется абсолютно со всеми, в рамках The Summit играет, в рамках Rockmaster, на ProDotaCup, Warlock сильный. Да, очень-очень сильный персонаж. Да вообще, вот первый скил его, Fatal Bones, он нереально может изменить вообще ход драки, ну, особенно даже если нападает на тебя. Тем более, вот Warlock, именно когда, даже матч, который он проигрывал, именно этот герой, нельзя сказать, что там, допустим, проблема была именно в нем. В принципе, персонаж универсальный, вот у него есть Shadow World, это скилл, который актуален в основном только в начале, именно поэтому его и раскачивают на начальном этапе, да. Кто-то максит, кто-то оставляет там, ну, скорее всего, там в 2-3, да, иногда бывает такое. Но вообще, профитнее выглядит, ну, та ситуация, когда ты его все-таки замаксил, потому что в начале именно этот скилл дает наибольший профит, конкретно на старте игры. Ну, здесь можно дэмэдж посчитать. 45 урона в секунду дает длительность 12 секунд. Я, конечно, по утрам не математик, но это порядка 600 дэмэджа. То есть это как, например, какой-нибудь Finger of Death от Леона к тебе приходит. С кулдауном в 16 секунд. Я не математик вообще, поэтому я гуманитарий, поэтому я вообще достаточно слаб в этих вопросах. Ну, Медузу забанили, кстати, ТНС, обратите внимание. Появляется Венгам. Ну, интересно вообще, какую роль будет отыгрывать Сайленсер, потому что Сайленсера берут как в мид-позицию, так на керри и саппорт тоже, поэтому тоже герой достаточно универсальный. Вариативности здесь хватает, и мне кажется, игра началась, знаешь, для капитанов. Сейчас капитаны, сейчас вот драфтеры должны решить, кто же завладеет преимуществом в мид-гейме и старается набрать героев, которые драться готовы. Вот, например, Каст, товарищ, играющий за команду ТНС, он на инвокере катает, и это саппорт. Инвокер, но у инвокера с Венрейтом там вообще не все в порядке. Ой, с инвокером, прошу прощения, с Сайленсером, разумеется. Тайтхантер от Фейслес, да, простите, я перебью, просто я не могу не восхититься этим тимфайтом и голем, и Тайтхантер с его ультимейтом. А ты представляешь, если сначала зайдет Файтл Бонз, а потом уже прилетят големы и реведж. Мне кажется, все, мне кажется, керри Фейслес вообще не нужен. Блэк может отдыхать, Тайтхантер Варлок просто выиграет вдвоем, вытащит эту игру. Да, единственная проблема — это кулдауны на этих ультимейтах. Ну, а значит, нужно набрать того, кто готов будет удерживать на расстоянии команду ТНС, не давать файтиться между кулдаунами. Ты, кстати, правильно заметил, кулдауны очень серьезные. Ну, а морфлинга берут ТНС, и что это будет? Попытка засплитить команду Фейслес. Поскольку у команды Фейслес вот драфт такой, знаешь, собрались пятером, пошли всех убили. Дефать стороны будет тяжело с таким драфтом. Да, проблема в том, что морфлинга, ну, не то, чтобы не о чем ловить, но, допустим, тратить реведж на одного морфлинга в ситуации, когда непонятно, ты словишь его, не словишь. Ты потратишь на него реведж, а он уйдет на репликейт, или даже если нет репликейта, перекачается и уйдет в вейформу. Ну, прошу прощения, это тоже не лучший вариант. Ну, в принципе, как и даже если ты тратишь големов. Да, пока дорого выходит ловить морфлинга, если так подумайте. Тинкер, это отпушер, что ли? Это защита Фейслес на случай кулдауна двух ультимейтов Варлока и Тейдхантера? Мы идем терпеть, мы кидаем ракетки, мы запускаем марши машинок? Ну, возможно. Ну, да, в принципе, вот, если говорить о сплитпуше, то у ТНС есть морфлинг, да, здесь Фейслес и Тинкер играют больше надпуши. Это вот такое морфлинг толкает линию в сторону Фейслес, Тинкер отталкивает эту линию обратно. Поэтому, ну... Фивер, у меня один вопрос. Есть сайленсер у ТНС, он нажимает Global Silence. Смотрим на команду Фейслес и думаем, что в этот момент могут сделать Огармаг, Варлок, Тейдхантер и Тинкер. Я вот не понимаю. Ну, Global Silence рано или поздно заканчивается, знаю, что зависит от позиционки. И от того, насколько удачно... Ну, тут даже нельзя говорить слово правильно, потому что это, скорее всего, иногда и удача тоже. Насколько удачно сыграет Сайленсер в том плане, то что, как бы, нажмет ли он Global до прокастованного Рейвиджа и Голема. Ну, или хотя бы что-то одно. Потому что, если это все залетит, ну, как бы и Рейвидж, и Голем, да, допустим, в траке 5 на 5 залетит, потом прожимается Global, от этого уже мало смысла будет, согласись. Безусловно. Я вообще считаю, что эту игру вот пока по текущему драфту выигрывает тот, кто нападает. Напал, победил. Не напал, проиграл. Прикорел, проиграл. Это, кстати, тоже возможно. Но, опять же, Faceless, у которых есть Black, которого не все любят в комьюнити, мягко говоря. И, знаешь, мне кажется, Black должен потеть не то, чтобы за троих, за десятерых. Black должен показать себя, Black должен проявлять. И Сларк. И вот он, Сларк, о котором я хотел сказать. Один из сигнатурных героев Black, по крайней мере, на данный момент. Потому что, что Black вытворял на этом герое на квалификациях к саммиту, это просто что-то невероятное. Ну, на самом деле, вот, как бы ни горели вообще на этого игрока, как бы ни горели на Black, Black сейчас, ну, показывает довольно уверенную, стабильную игру на Сларке. Да. На Сларке, в частности, и Алхимик. Уже сегодня видели мы Алхимика с Энжин Яшей. Посмотрим, как зайдет здесь, на самом деле. Потому что я не берусь уже что-то прогнозировать. И, ну, айтем билды не исключение. Потому что сегодня вот мы видели, например, такой альтернативный вариант Алхимика, который, ну, не зашел. Вот здесь вот показывают составы команд, кто на ком играет. Мы, в принципе, о них еще поговорим, когда игра стартанет. Мы видим, вот у нас и Сайс, и Black. Ну, команда, которая, в принципе, собралась, опять же, после решафлов сразу. И команда, ну, судя по подкастам различных студий и русскоязычных, и англоязычных, на которую никто толком особо ставку не делал, да, что они заиграют. Все почему-то в один голос говорили то, что это стак вот такой плюс-минус средний. То, что... На один день. Да-да-да, слышал я этих хейтеров. Ну вот, и сейчас, на самом деле, нам ребята доказывают обратно, потому что они уже в закрытых квалификациях. Причем по прямому приглашению это того стоило. Так, ну что ж, давай перейдем к представлению составов команд. Начнем, пожалуй, с команды TNC. И Тихий играет на Сайленсере, Райор на Морфлинге, Ку-Ку на Алхимике, Кас на Венжфул Спирит и Сэм Эйдж на Слардаре. Ну и ребята из Team Faceless, мне безумно нравится их значок, такой, знаешь, черно-белый закос под иньянь, но смотрится здорово. Это Джабс на Тинкере, это Блэк на Сларке, Надз на Варлоке, Ай на Тайтхантере и XY на Огр Маге. Ну да, а это у нас Айс-Айс-Айс. Скрылся, скрылся, спрятался в тенях Айс-Айс. Айс, и знаешь, я вот полез в статистику, поскольку статистика говорит о многом. Айс-Айс-Айс и его Тайтхантер, это тоже веселые винрейты, это тоже винрейт там за 60%, великолепный для хардлейнера КДА практически в 12%. То есть таким, когда многие керри не могут похвастаться при таком количестве отыгранных матчей. А вот Айс-Айс-Айс на Тайтхантере и будет врываться, будет себя проявлять Айс-Айс-Айс. Да, сигнатурочка подъехала, по всей видимости. Ну что ж, будут у нас забираться руны, Джабс забирает сверху. Снизу руну тоже заберут игроки команды ТНС, оставят ее для Ку-Ку, Ку-Ку уже вкачан Кривиллс Грид. Ну, так опасненько действует Ку-Ку, я вот включил Вижен от лица команды Тинси, они не всю команду Фейл видели. Я привык к тому, что Алхимик, знаешь, в последнюю секунду прокачал монетку и поднял. Но тут, видимо, в себе уверенные ребята, Тинси могут позволить. Опять же, опыт есть, никакого мандража явно нет перед матчем, они готовы вырываться, они готовы показывать хорошую игру. И интересный лайнап опять от команды, от команд обеих, в принципе, дабла в миде. Заиграл у нас все регион даблами на центральной линии. Да, ну, вообще, в принципе, это картина, которую мы привыкли видеть в последнее время. Иногда, ну, иногда это заходит, иногда нет. Знаешь, мы уже, когда ребята стоят в миде 1 на 1, мы уже говорим, о, как же круто, привычно противостояние в миде 1 на 1, вот то самое. Ну, и, кстати, я обращаю внимание на легкую линию команды Тинси и на сложную линию для команды Фейсос. Как же все-таки гоняют Айс 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 Айс, вот неприятно. Тейт Хантеру на этой линии стоять, поэтому, возможно, Айс 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 вследствие сделает какой-нибудь Айрон Талон и уйдет в леса. Но, как мы видим, он еще покупает себе регенчик, заправляет себе 4 тангуса и идет просто на райора вот так вот быковать. Имеет полное право. Анкер Смэш зарезает как раз-таки белый дэмэдж, которым всегда, собственно, выделялся в положительную сторону морфинг. И чем дальше в лейт, тем больше белого дэмэджа, тем сильнее будет Анкер Смэш наказывать морфа. Это, кстати, контра хорошая. Пусть и не прямая, Тайт Хантер-морфинг, но она рабочая. Да, Ку-Ку идет далеко под Тауэр, там получает лазер. Кстати, проблемы могут быть сейчас у Айс Айс Айса. Приходит сюда каст, есть танчик, пробивать будет тихий с помощью Глэйвов. Он не зря вышел на первом левле. Байформа от райора и ферстбат для каста. Да, но Айс 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 уже сделал себе кольцо протекции. Это говорит нам о том, что, скорее всего, все-таки будет Айрон Талон. Ну, при этом еще будут подстакиваться Эншенты для Тайт Хантера. Эншенты, которые, ну, по крайней мере, в данный момент может фармить реально только один Тайт Хантер в получении, там, какого-то седьмого, условно, или восьмого левела. Что делает Икс Уай? Ты посмотри, он с дабл дэмэджем вышел, просто по спине дал Веджи Фул Спирит, у него сразу же стало пол ХП. Отрывает лица, еще и тихий найдет, и посмотрите. Получает Шадоу Ворд. Но здесь, по-моему, Икс Уай зашел далековато, хотя есть Айс Айс Айс, поэтому вроде бы бояться не то, что нечего. Кстати, вот Слардар очень больно наполучал Слардар. Первый левел у Сэмаш вообще все как-то не клеится, все плохо. Возможно, даже сейчас, может, пойдет отдаваться на нейтралов, да, так он и делает, чтобы побыстрее вернуться с базы на линию. Но вот насколько бы все плохо не было у Айс Айс Айса, но у него есть 10 добитых крипов, у Слардара их нет вообще, и у Слардара первый левел, а у Айс Айс Айса, в свою очередь, там уже, наверное, левел 2 имеется, может, даже третий. Айс 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 третий уровень, и у него вообще все великолепно. Ему больно, но, знаешь, привык терпеть, как говорится, не первый раз. Плавали знаем. И мне, кстати, понравился мув от Сайлнсера, который все же выключился именно Глэйву, чтобы чистым уроном пробивать товарища Тайда, иначе вот этот вот саппорт Сайлнсера, у которого полтинник с руки, до Айс Айс Айса доходило бы там минус 24, еще и армор там лучше... Смотри, как больно получает Куку, еще тычка летит, еще нужно одну сделать Джабс, Джабс заходит на хайграунд и делает ее, поэтому без месов обошлось, и все-таки убивает Алхимиков. Сол один на один, Тинкер вытаскивает этот лайн, и, как мы видим, у Тинкера 19 на 10 крипстат, у Алхимика все плохо. И нападение на Айс Айс Айса внизу, Айс Айс Айс, дает Энхор Смэш, и уже не пробивает его Сайлнсер, Айс Айс Айса никак не взять, хотя XY тоже есть сладкая булочка, но не стали, опять же, нападать Огрмак. Вот толстый Тейт Хантер и менее толстый Огрмак. Давят массой, ребята, видимо, решили подключить режим сумоистов, просто вытеснять, пытаются Тинси с линии, выдавливать. Не получается выдавить, но получается хотя бы самим отстоять без проблем. Кстати, смотрю, как в Мид Ку-Ку и Сам Эйдж выдвигаются, есть возможность в Инвизе начать с Лордару. Тинкер подставляется или нет? Джабс очень осторожно, по-моему, он сделал шаг. Провал вообще в тьму, посмотри на этот байт. Но Тинкер один из тех героев, которого вообще загангать легко, особенно на первых уровнях. Приходит также Венга на подмогу. Тинкер, кстати, разряжает в каста свои сплы, и каст умирает. И по итогу даже Тинкер при таком ганке, когда его гангали трое героев, один из них был в Инвизе и долго стоял, выжидал, Тинкер все равно умудряется при этом даже разменяться. И при этом оказался здесь Огрмак, который пришел и сейчас получит тонну экспы. Ну, для себя, как для суппорта. А вот про вот эту вот даблу у Тайтхантера Огрмак, которая вроде бы не гнобит, но вроде бы SSI имеет 19 крипов, а вроде бы и Морфлинг имеет 18 по сравнению у Блэка. 18 только за ДНН, да, 34 крипстат у Блэка, которого не трогает вообще никто. Слардар для Блэка просто не противник. Именно поэтому, ну, именно это и развязывает руки саппортом команды Faceless. Мне вообще страшно смотреть на Блэка, предпочитая не открывать его крипстат. Там действительно цифры ему поворачающие, кнопки жать Блэк умеет, доказывает это всем, в первую очередь тем, кто в него не верит. Но Тайсайсайс готов, по сути, аэрон талон. Думаю, повезет ли он всего к Курьерам, но Курьер то Блэку нужен был, то в мид летал. Будет ли уходить с линии? Очень важный момент тоже. Стакеншентов есть, там два уже есть. Можно сделать третий, попробуй даже его там пофармить. СМАш получил только третий левел. Это с учетом того, что он выходил и убивал Тинкера в миде. Но, собственно, потому что ничем другим Слордар заняться не мог. Очень повезло, что нашел там рунную инвиза. Кстати, нападает Блэк на СМАша. Посмотри, как больно. Блэк убил крипов, а СМАш получил дэмэдж. И вот они Fatal Bones, которые работают просто замечательно. Ну и Вард, обрати внимание, тоже это. Тервер Вард, который поставили за Тир-2 вышку. Просто потому, что Блэк имеет возможность за Тир-1 зайти и за Тир-1 подраться со СМАшем, которого он увидел. И посмотри, они за ним идут. Это ловушка. ТП-аут пытается сделать СМАш. Успеет ли? Успевает. Да, только-только поднял свои руки XY, чтобы дать фаербласт. Но уходит все-таки Слордар. Ну какая наглость. Седьмая минута. Они между Тир-1 и Тир-2 рыбачат просто. Просто, откровенно говоря, пытаются селедочку поймать на крючок. Да, но здесь вообще какой-то рыбный пик от команды Faceless и от команды TNC. Там с одной стороны Слордара, с другой стороны Тейтхантер и Сларк. А Морфенга можно отнести к водяным существам? Ну он водяной. На рыбу не похож, но в принципе, в принципе, да. Это же все-таки водичка. Да, забавный факт, конечно. Я помню, как некоторые команды в доте набирают. Давайте возьмем 5 красненьких. Да, 5 синеньких. Есть такие графты, да. А когда этими 5 красненькими и 5 синенькими выиграют, вот тогда я действительно начинаю верить в силу цвета. Фармит Ку-Ку в лесах. Не понравилось ему на лайне, где его в соло унижает Тинкер. Ку-Ку 7 левел у него 2 ка в руках. Вот такой, знаешь ли, мне алхимик нравится, который понимает, что делать. Алхимик, которого мы видели на первой карте, не годится в подмет. Алхимик здорового человека ты имеешь в виду? Да. Абсолютно здорового. Причем, судя по всему, алхимик спортсмен. Тут 8 минута заканчивается. Я открываю Нетворс и за ним первая позиция. Да, причем, опять же, лидирует сейчас команда Фейслес по Нетворсу. Но, как мы понимаем, алхимик все-таки персонаж, который разгоняется постепенно. При этом, алхимик-то, ну, за счет чего сейчас, вот даже когда его убили на миде, за счет чего алхимик выкарабкался все-таки из этой ямы. Вернее, он даже не попадал в эту яму, в которую попал алхимик у нас на первой карте. За счет вот этих вот стаков, которые он фармит. Да, все абсолютно верно. И на тему разгона соглашусь, пока еще в 3 Гривелс Грид. И Гривелс Грид будет в 4, тогда мы уж прочувствуем всю силу алхимика. И Ку-Ку... Ку-Ку не могут остановить в лесу. В лес просто пока некем идти. Огар Мак и Тайт Хантер вдвоем фрага не сделают. Стягивать Варлока тоже смысла нет. Варлок 5-й левел, ему нужно получать 6-й. Икс Вай выходит на тихий вместе с Айс Айс Айсом. И начинает пробивать Сайлансера. Но тут есть еще и ТП-шка. На тревелах прилетает Тинкер. Джабс уже запускает марш в The Machines. Заходит Айс 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 за Тауэр на Райора. Ой, как же больно. Райор все-таки получает от машинок. Но на вей-форме Райор уходит. И Сайлансер оттуда, судя по всему, скрутил ТП-аут. Ну, сделали все правильно. Тинкер нужно было включить технику бесконтактного боя. Просто-напросто нажать ТП-шки и волну. Но продолжает Айс 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 заходить за Райором за Тир-1 вышку. От чего такой дерзкий-то Айс Айс Айс? Хейтер, что ли? Индивидуальный для морфинга? Да, причем вот из Ринга Протекшена Айс 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 не стал делать себе талон. Я смотрю на артефакты морфинга и понимаю, что Тайтхантер, Аквилл, а что? Так можно и с ума сойти, будь осторожен. Это талон, талон, талон. Все нормально, это утро, это простительно. А вот Тинкер с Трэвелами. Десятой минуты еще нет. У него после Трэвелов 800 на руках. И появился, собственно, Салринг из этих денег. А Тинкер-то тоже чертовски хороший. И вот эти, знаешь, уже дерзкие попытки на десятой минуте выходить на ганги, они дорогого стоят. Они говорят нам о том, что Джабс не будет вечно фармящим там леса. Я Тинкер, я хочу 4 слота и не хочу драться. Тинкер тоже боевой. 6, 6, бери выше. Тут выход Смолки от команды ТНС. Выходят Тихий и Каст. Ну и выход на Джабс, скорее всего, который закончится фрагом, потому что его еще подсвапывают. Джабс умирает, хотя приходит Айсай Сайс, дает рэвидж. По двоим залетел Энхер Смэш. Также перетягивается сюда и Иксуай. А здесь и Блэк подходит. И Блэк будет убивать Каста 100%. А будет ли погоня за Тихий? Но Тихий, скорее всего, не ту сторону выбрал. У него просто ТП-раута нет, вот в чем проблема. Его скаутят курьером. Что? На вот столько вот жестко отыгрывают ребята из Фейслесс. И Тихий погибает от Огрмага, который с сапогом и с виндлейзом, разумеется, его догонят. Или нет? Айсайсайс. Просто якорем поперек лица ломает команду ТИТС. Айсайсайс, он просто показывает, кто здесь босс. Ну, папу китайской доты нельзя списывать со счетов. Да и китайской, и азиатской тоже, потому что Айсайсайс все-таки играл в разных командах. Из Сингапура, по-моему, да? Да, и Сингапура, да, все верно. Да, Айсайсайс, он, конечно, умеет удивлять. Вот чуть-чуть бы раньше ему прийти на ТП и спасти, возможно, даже Тинкера. Тогда бы я назвал это сразу мувом сегодняшнего утра. Но не получилось с Айсайсайса. Может быть, пока. Может быть, еще что-то впереди у нас из перформанса. Будет, а у Айсайса через 78 секунд откатится ровашка. И что-то мне хочется вангануть, что под эту ровашку мы какой-то мув опять увидим от Фейслеса. Да, причем появится голем. У Варлока все тоже достаточно неплохо. У него имеется 2000 золота. Это больше, чем у Слардара. Обрати внимание на Слардара, и хотелось бы обратить внимание зрителей тоже. 1500 на Творца. У Слардара все реально плохо. СМЖ только сейчас. Покупает себе Транквилы и Инфьюз Трейндроп. Видимо, знаешь, аура больного Алхимика перешла теперь в ауру больного Слардара. Слардар, который ничего не может. С эти проблемы у Джабса вновь. За ним выезжают. Голем по двоим. Сюда подходит также Блэк. Нападение на Тихи. Тихи умирает. Также можно и срезать укуку. Хотя вот он СМЖ переходит. И оказывается все-таки полезным. Этот Слардар, у которого практически ничего нет. Но сейчас этот Слардар, возможно, спас Алхимика от неминуемой смерти. Там просто кнопки хватило на СМЖ, чтобы уходил Алхимика из ситуации, когда, казалось бы, уже рассвета не будет. Своевременная перетяжечка. Ну а команда Фейс используется мгновением и выходит на тир-1 вышку в миде. Будут ее добить. Глифортификейшн. Но подходить, наверное, к ней не стоит. Там, несмотря ни на что, идут все-таки ребята из ТНС на деф. Хотя очень-очень много машинок наспамил Джабс уже. И также не стоит забывать, что есть АССА. Что-то у него по реведжу. Да и есть уже. Есть Равага. Готов он ее клацать. Ну и ку-ку. Ку-ку рисково. Лишь с одним армлетом. А до Родианста всего ничего. 3 500 на руках. Погибать нельзя. Ох, ему отдают Голема. Вот это зря. Да, лишние денежки. Серьезно так забустили сейчас Алхимика в его разгоне. И тут еще один сталь для ку-ку. И похоже на то, что будет к 14-й минуте собран Родианс. Денег куча. Да, действительно, Алхимика кардинально отличается от того, которого мы видели на первой карте. Тут ничего не скажешь. На первой карте был Алхимик моей команды, а на второй мы видим Алхимика команды противника. Вот так вот обычно мне в доте везет. Ну и поддавят, возможно, бутлейн ребята из команды Faceless. А дефть уже нечем. Гриф был поражат в миде. Ну да, опять же, Алхимика, он, в принципе, хорош всегда тем, что может прийти откинуть эсид спрей. Но самому не откинуться вместе с этим эсид спреем. Вообще да, да. Фейлы, видишь, какую жесткую выбирать тактику. Блэк забрил. Сансер тут же прыгает в Райера. Райеру очень больно. Но Райор, пожалуй, не будет подставляться. Просто, опять же, нет варлоковских големов. Вот я прям вижу, как Натс готов их уже скидывать на голову. Лишь полминутки кулдауна отделяют команду ТМС от привета в виде этих самых опасных огненных парней. Ну, пока еще одного огненного парня. Но я думаю, что и огонь мы можем увидеть в этой игре, если она хотя бы чуть-чуть затянется. Ну, да, обычно вообще варлок, кстати, опять же, что я замечал в варлоках из Европы, которые, ну, делают себе мидас. Вот это вот очень интересное решение. Ну, сразу так как бы мидас на напряжении тут. Ну, почему бы и нет, знаешь, в мидасе нет ничего плохого. Есть он, конечно, не на 50-й куплен. Ревейдж пошел. И все, команда ТМС пытается спастись Global Science'ом. Погоня за Исай Сайсом от товарища Сэмэйша. И убивает Сларк в Вэджи Фул Спирит. Также погибает Сенсор. Погоня за Ку-Ку. У Блэка пошли стаки и пытается добрить. Ку-Ку играет Армлетом, пока что выигрывает. Но ракетки летят, и как же не вовремя. Ку-Ку переключает Армлет. Это трипл килл для Блэка. Ой-ой-ой. О, мой бог, просто нереальный разгон сейчас отдают Сларку, ребята, из команды ТМС. Ну, Блэк просто нереальный какой-то. И я думаю, Блэк себя еще покажет, возможно, даже на основной части турнира, если вот так будет отыгрывать каждый матч. Чем его останавливать? Кем его останавливать? Я не понимаю. Да, и переходят к пушу Т2-вышки в центре, ребята, из команды Фейслес. Блэк нападает на Тихии. Все-таки успевает брожать Дарпакт и убивает Сайлансера. Три-одиннадцать, между прочим, по фрагам я вот это вот отметил бы, потому что Фейслес ведут, и ведут довольно неплохо. Уверенная игра, знаешь, это команда, которая хочет побеждать. Команда, которую останавливать тут, по сути, неким и нечем. Разве что Фнатик могут навязать борьбу, и то я не уверен в этом. Фейслес, ощущение такое, что нагло выше всех. Не, ну там еще есть Warriors Gaming Unity, которая тоже навязывает борьбу неплохо, и вот это вот как раз-таки команда одна из андердогов. Посмотри, что делает Айс Айс Айс, какой сочный стак Эншентов, он сейчас пофармливает. Тут три стака, у Айс Айс Айса и так нетворс больше, чем у Райора на морфлинге. Это уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что игра может закончиться очень быстро. Посмотри, Айс Айс Айс, по идее, фармит сейчас даггер. Если будет даггер, то будет и реведж через 43 секунды, так оно и есть. А вот он, даггер на Айс 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 Айс. Там, кстати, в миде какая-то стычка, возможно, происходит. Там точно происходит встреча Алхимика с Варлоком и Блэком. Там Блэк что-то вроде нападает. Я только сейчас обратил внимание на КДА Блэка на вот этом самом... Скажи мне слово. За Сларкетами что? Да, вот. Понимаешь, насколько все сложно в моей жизни, я вдруг решил забыть, как называется Сларка. У Сларка КДА... У Блэка 18 ровно. 18. КДА средний за 4 игры. Причем одна из них проиграна. На скане спалили ребят из команды Faceless. Я говорю, что Блэк на этом Сларке вообще какой-то нереальный в последнее время. По крайней мере, тот перформанс, который показывает игра в команде Faceless, это выглядит очень уверенно, очень достойно. И Блэк доказывает нам, по крайней мере сейчас точно, то, что его рано списали со счетов. На него было куча горений, и все напрасно, говорит Блэк. Я еще могу, я еще умею. Ну, возможно, именно это он нам и продемонстрирует. Если, конечно, дойдет до мейн-ивента, а там уже на мейн-ивенте кто его знает. Если после этого матча хоть одна команда в первой стадии не забанит против товарища Блэка Сларка и получит этого Сларка где-нибудь там на первой и второй, я буду очень расстроен. Сларайору успевает уйти на репликейте, а вот Сомаш никуда не уйдет. Его Айс 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 просто с руки доковырял и добил Энхор Смэшем. Но вот повезло Райору, что он ушел. Реально повезло. Потому что если бы на Райора попал Рэвидж, никакая бы перекачка, абсолютно ничего бы не спасло его. Только возможность уйти на репликейт. А Берстатом, в принципе, хватает. Даже от того же Тайтхантера Энхор Смэш пока что у Морфлинга мало здоровья. он наносит неплохой дамедж. Да, я вот думаю о том, что будут делать Тинь Си, если бы они вот узнали о графиках. Я открыл их там почти 8 тысяч за командой Фейслес и по деньгам, и по экспириенсу. И преимущество из графиков, в преимущество по игре, решили Фейслес вот именно сейчас реализовать и реализовать, снеся вышечку. Ку-Ку за Джабсом. Джабс умрет, скорее всего, да, так и есть. Умирает Джабс, что собирает в себе Ку-Ку. У Морфлинга, кстати... Я же на Монтостайл. Это будет Монтостайл от Алхимика, вот уже рецепт на него куплен. Да, но у Морфлинга нет Си, Ленкин Сфера. Ой, а заходят ребята из команды Тинь Си на Рошана, и сейчас Мэйдж будет давать Амплифай Дэмэдж после того, как сбил Рошану или Ленку, и Райор его очень сильно пробивает. И догадываются ли об этом муве? Ребята, из Faceless, да, догадываются, потому что уже сюда прыгает Айс Айс Айс. Каст делает. Типаут и баш от Рошана! Получает каст, и Винга уже никуда отсюда не денется. Как же неприятно. Я просто смеюсь в голос, но Айс один, посмотри, Айс 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 заходит в Рошпит, и троится Тинь Си бежит в страхе. Айс 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 просто доминирует. И Рошан еще помогает своим, скажем... Ну, не даром он находится все-таки ближе к стороне Дайр, потому что сейчас очень злую шутку сыграл вот этот вот Башек именно с Вингой. Да, Винга, конечно, ничего страшного, но страшнее было бы, если бы это был какой-нибудь, я не знаю, Алхимик или Морфинг, хотя Айс бы в соло этих персонажей, конечно же, не заковырял, но вообще, в принципе, сам факт того, что просто сбитый телепорт, это очень неприятно. И Блэк забирает себе Эгиду, Блэк забафанный Огрмагом, у него есть Shadow Blade, у него есть стихо Сейбер, у Блэка очень много. Ты говорил еще в самом начале матча, что и от удачи что-то да зависит, и мы видим, на чьей стороне сейчас это такая весьма изменчивая натура. Монта Стайл появляется у Алхимика, Алхимик, скорее всего, пойдет еще и в Экторин Корр, мне что-то кажется, что Ку-Ку выбирает стандартные пути, но уверен ли он, что он наддефается? Опасно очень. Блэк набирает обороты. Да, есть, конечно, Мессы, вот, ты видишь, как Блэк даже по иллюзии не попадает, Мессы работают от Рейденса. Но Блэк может собрать марки Кимбар с таким фармом, он себе это сможет позволить сделать очень быстро. Пока что Сильвер Эдж, который укрепит его по статам еще больше, прилетает Айсай Сайс на то место, где фармил Райор и пытался как-то сплитфармить и сплитпушить эту вышечку. Ну и погоня, погоня за Ку-Ку. И что, втроем выходят на Алхимика, и вот он Ку-Ку! Ку-Ку, мой мальчик! Ку-Ку, мой миленький! Глобал Сайленс пошел, но это абсолютно никак не меняет исхода происходящего. Да, попробуйте рассказать Блэку, что Глобал Сайленс как-то работает после того, как уже Паунсом Блэк попал и нарезает, как колбасу шинкует он этого самого Алхимика, убегает в Сильвер Эйдж, и у Сильвер Эйджа, кстати, свежеприобретенным. Может быть, сейчас приплывет кто-то там Тихий, Каст, это все сладкие булочки, которые бегают за вышками. Выходит Слардар, просто повесил Amplify Damage на Алхимика, знаешь, для галочки, как будто отметился, смаж, и все. Потому что больше он толком-то ничего, вернее, не на Алхимика, а на Тайтхантера, да, прошу прощения. Но больше ничем он отметиться не может толком. Я не понимаю вообще, что должно сделать Тин Си, чтобы из этой игры какой-то другой был исход, а не поражение от команды Team Faceless, пока я не вижу рассвет. Знаешь, тьма накрыла город, команда Faceless давит со всех сторон, боятся Соло Блэка, боятся Соло Айс Айс Айса, ну а остальные просто не ходят по одному. И ультимейты в кулдауне у команды Faceless, я думаю, что сейчас со сносом вот этой вот Т2-вышки, наверху будет просто заход на хайграунд, и, возможно, даже мы увидим какой-нибудь тимфайт и просто вот проюз вот этих вот всех ультимейтов. Да, у Варлока еще нет 11-го левена, но посмотри на графики, там уже 10 тысяч преимущества у команды Faceless и по XP, и по золоту просто нереально. Айс 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 зафармился в Шевизгвард, теперь после проюзного реведжа уйти из-под Айс 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 будет невозможно, с учетом мобильности еще и Блэка, ощущение такое, что все, кто в реведже, равно трупы. Вот он, Мидас на Варлоке на 23-й минуте. То есть даже если игра затянется, и посмотри, Айс 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 находит стакк Эншентов, делает еще один и говорит спасибо, дорогие друзья, спасибо большое за то, что дарите мне вот это все, потому что, ну, это не то, что было бы очевидно, что эту часть карты ребят из команды Faceless имеют такое преимущество, имея и Гиду будут отжимать. Но, не знаю, сейчас за счет еще вот этих вот стаков Айсу очень приятно. И у морфлинга есть, в принципе, есть линка, есть Dragonlance 2000 на руках, но этого слишком мало, чтобы противостоять такой мощной машине. Вот в виде вот этих вот трех героев, которые идут, три топовых нетворса, если не считать алхимика. Я скажу, в чем тут дело. TNC очень скилловые игроки, но вот макроигру они не могут у Team Faceless выиграть. Слишком неравные силы по персонажам. Один морфлинг пытается создавать какой-то спейс, у алхимика это не то, чтобы не получается, но алхимик больше в лесу фармит, а линии оставлены команде Faceless, где празднуют просто победу и Айс Айс Айс, который с удовольствием делает ТП наверх. Мы это уже два или три раза видели, где летает Тинкер от Джабс, а Блэк заходит и... Смаж, Смаж там получил, по-моему, пару ракеток от Тинкера, ему приходится идти на базу. Да, будет пытаться сплетить Райор, но как мы видим, то что Райор уже вернулся на свою базу, прилетает сюда также Тинкер, будет сейчас память марши. Репликейт алхимика, кстати, тоже очень приятный момент, что из алхимика можно делать еще и репликейт, который очень долго живет. И репликейт, сделанный из алхимика, будет отгонять сейчас как-то, пытаться, по крайней мере, команду Faceless, также подэсить спреем. Ну вот неприятно, да. На базу заходить, конечно, крайне неприятно, ребята, из Faceless. А мне кажется, Тинкеру нужно просто нафармить Аганим, дать лазер во всех, лишить возможности тыкать с руки того же самого морфа и алхимика и гнобить, гнобить, гнобить. Да и ракетки по четырем целям, это будет очень круто. Да, но, возможно, все опять же, все еще зависит от врыва Тейдхантера, как он ворвется. Можно, конечно, сыграть вот так вот нагло и абсолютно без ничего ворваться на базу и просто всех убить. Но, как мы видим, заканчивается эгита на Блэке и, возможно, сейчас это Faceless даже немного приостановит в плане захода на хайграунд. Потому что, так или иначе, фармят они все равно больше. Потому что такие герои, которые уже разогнались, как Сларк, как Тинкер, как Тейдхантер, они могут фармить вражескую территорию и, в принципе, ну, они мало чего боятся. Ну, мало боятся, что их кто-то словит, кто-то убьет. Блэка здесь ловить, ну, реально очень тяжело. Так же, в принципе, как и ССС. А вот единственное, что, ну, Джабс, да. Джабса можно словить, но и даже это уже сделать тяжело. У него есть, блин, Даггер, он может летать по линиям, отпушивать. А ребята из команды Тинси, они зажаты на базе. Единственный, кто может выходить на фарм, это Райор, потому что у него есть репликейт. И то, к какой опасности находится морфлинг, когда выходит за пределы своей базы. Просто не передать словами. Да, все очень тяжело для Тинси. И первая основная проблема, которую ты озвучил, это отсутствие просто-напросто пространства. Да, морф может что-то пофармить, но при этом он боится лишний раз там где-то подставиться. Алхимик лишь копии может отправлять. А команда Фейсос, во-первых, все фармит. А во-вторых, вообще ничего не боится. Ну и опять подходят к вражеской базе ребята из команды Фейсос. Хочут, наверное, как-то и Айсайсайз уже, и Натс потратить ультимейты. Да надо разрядиться, знаешь. Я бы на месте Тинфейсос зашел бы, разрядился. Если ничего не получится, вышел бы. То есть дал бы какой-нибудь реведж, дал бы Фатал Бонс. А Чаучи Коферинг оставил, например, на отступление, чтобы просто отойти. А команда Тинси не пошло. Вот пошел Пайп, Глобал Сайлен, закидывается бочка Алхимиком Вайсайсайса. Пока что под эффектом Глобала находится Тайтхантер. Но, в принципе, это не беда, потому что уже снесен Тир-3. И уже фри-бараки, по сути, для команды Фейсос. Бегает Алхимик. Но Алхимик абсолютно ничего не может сделать. Здесь идут маршицы-машинцы. Все, ты никак не подойдешь. Уже минус-милишный барак. Пробивают ребята из команды Фейсос. Рейнджовы. Они не потратили абсолютно ничего. А там уже потрачен Глобал. Фивер, ну я тебе скажу так. Пытаться за время Глобал Сайленса убить Тайтхантера, это затея, но не то, от которой веет прохлада. Это арктический холод. Ну, действительно так и есть. 1600 хп, у него Шивас, у него Пайп. Что вы от него хотели? Это невозможно. Просто слишком нафармленный Тайт. Тайт 13 тысяч Нетворса. У Тайтхантера Нетворс больше, чем у Морфлинга. Это проблема. Проблема для команды Тинси. Я в Китае в полуфинале была вот абсолютно такая же стратегия. У команды, которая проиграла, пытались Глобал Сайленсом контрить врыв Тайтхантера. Это не работает. Да, получает баночку Айсэйсайс от Алхимика. Опачки. А тут и Зерил подъезжает к Марфу. Интересный. Да, Рэвэдж хороший Айсэйсайс. Там по двоим выдает. И Голем также залетел на Алхимика. Пошел свап от Венги. Кас получает очень много демеджа. Приседает также и Морфлинг. Морфлинг умирает. Алхимик просто похороны команды Тинси на собственной базе. И это даблкил для Варлока. Там просто придется покупаться Алхимику. Но это никак не поможет. Потому что ловит Фаербласт. Нападает на него Блэк. Алхимик находится в Кемикал Рейджей. Пытается как-то разрядить банку. Но получает Хекс и Лазер от Тинкера. И это минус Алхимик после Байбека. Минус 6 делает команда Фейслесс. Они заберут как минимум одну сторону. А вполне возможно что две или даже все три. Поскольку Алхимика не будет целую минуту. И это время команда Фейслесс использует на 100%. Какие же они жесткие. Выходят вперед. Тэг Хантер пытается наваливать по тихи. Тихи проседают. Летят ракеты. И добивает Тэг Хантер. Бедный Сайенсер. Еще одна таверна для игрока команды Тинси. 21-4. Доминация и унижение. Просто-напросто Фейслесс стирают оппонентов. Да. Здесь конечно просто тотальный разнос. В принципе все как и предполагалось. Ну Фейслесс наверное... Да. Тинси тоже хорошая команда. Но Фейслесс слишком жесткий для того. Чтобы пытаться им навязывать борьбу. И я думаю что к данным квалификациям. К такому турниру нужно быть подготовленным. И Фейслесс показывает сейчас. То что они готовы. По крайней мере такое впечатление нам оставляет именно эта карта. Ну я конечно не аналитик. Но что я могу сказать. На мой взгляд проблема номер один это Слардар. Который не смог ничего. Вот от слова совсем. Да. И проблема номер два это Сайенсер. Которого взяли Контрид Тайт Хантер. За время глобала типа останавливать агрессию. В виде хорошего АОЕ ультимейта. Но это не работает. Поздравляем. Команда Тим Фейслесс. Заслуженная победа. Первая карта. Нет. Уже для них вторая победная карта. Они же там тоже в параллели кого-то обыгрывали в этом матче. Но я думаю мы еще возможно даже увидим сеточку в перерыве между играми. Перерывчик будет. Не такой наверное большой. Но будет. Я думаю то что сейчас перед тем как мы уйдем на небольшую рекламно музыкальную паузу можно посмотреть еще раз матчи. Которые мы будем смотреть сегодня на канале StarLadder 1. Если нам выведут сейчас режиссер. Да выводят. Так вот. Закончился у нас второй матч. Собственно Best of 1. Опять же в таком же формате сегодня будут отыгрываться все матчи. И второй матч закончился со счетом 1-0 команды Faceless. Поздравляем. В принципе результаты этих матчей довольно предсказуемые были. Ну и сейчас команда Fire Dragons против Signature Trust. Нас ожидает именно эта встреча. Опять же возможно уже даже студия аналитики у нас объявится. Посмотрим. Ну а пока что я думаю что будем уходить на небольшую рекламно музыкальную паузу со Старским. Так что не переключайтесь. Смотрите нас. Напоминаю то что мы можем с вами общаться. Отвечать на ваши вопросы. Вы можете с нами общаться по хэштегу SLTV в Твиттере. Также заходите в наши группы Dota SLTV. SLTV тоже твиттер наш. Dota SLTV и также социалочки, социалочки, социалочки. Там вся необходимая информация которая вам будет нужна. Она будет появляться. Ну что ж уходим на небольшой перерывчик. Скоро вернемся дорогие друзья. Так что не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай экспресс-сенаряд событий или лайв ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баты команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ-код. Ты точно знаешь, кто победит.